Подробнее о предпочтениях южноуральцев в майские праздники мы поговорим с заместителем генерального директора Бюро Международного Туризма Светланы Шевяковой. Она на связи с нашей студией. Светлана, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, какие же направления выбирают южноуральцы на майские праздники? Ну, за рубеж популярных сейчас наибольшие, если брать западные наши направления и Европу, то это Германия, Венгрия, Чехия. Если брать Азию, то, наверное, это Эмираты, Гоа. Удачные рейсы поставлены из Челябинска, поэтому народ больше летит туда. Ну, а если говорить о российских направлениях, то, наверное, наиболее популярны традиционные. Это Петербург, Казань. В этом году очень интересный, уникальный у нас проект Самара Космическая 7 по 9 мая. Интересные варианты есть по Челябинской области. Это как экскурсионный отдых, так и просто отдых на базах отдыха. Ну, наверное, экскурсионный, наиболее предпочитаемый уральцами и не первый год у нас практикуемый, это ущелье водопадов. Это наши соседи Башкирия, недалеко от Магнитогорска. Наверное, единственное, когда весной просыпаются наши уральские водопады, можно их посмотреть. И там хорошо совмещен и отдых, и экскурсии. Двухдневные туры. А на что спрос сильнее всего изменился? Наверное, популярнее стали все-таки экскурсионные туры. Плюс у нас в этом году хорошие экскурсионные туры есть на майские праздники в Крым. Кстати, пользуются спросом, покупается, добавилось в это направление. И, наверное, может быть, потерялись, менее стали спрашиваемые наши ближние зарубежья. Это, может быть, и Киргизстан, Грузия, Армения. Как-то вот поменьше стало. Какая минимальная цена тура по России? Если мы говорим об отдыхе экскурсионном, то, наверное, наиболее приятные варианты – это Казань, поскольку она близко от нас. И можно уехать на тур трех, двух, четырехдневные, возможно, на майские праздники. Стоимость тура с железнодорожным проездом порядка 13-15 тысяч, наверное. А вот если брать уникальный проект Самару Космическую, то там стоимость идет от 10-900 на взрослого и 9-200 на школьника. Есть ли в России предложение «Все включено»? Все включено есть, но они больше пользуются спросом, наверное, все-таки на лето. На весну, учитывая, что всем хочется тепла и солнышка, предпочитают откладывать этот вот вид отдыха летним. И весной больше пользуются спросом экскурсионный отдых.